Всем привет дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган177, на обзоре у нас будет карта, называется она Новая Переправа, автором карты у нас является Крем-85, значит из описания два гаража, один открыт, две заправки, один лесоповал, две точки погрузки, три лесопилки, девять точек разведки, три авто на старте заменяемые, размер карты 32х32, а ниже 1024х1024 метра. Так, ну что, обзорчик по просьбе автора, насчет публикации, наверное я опубликую, не знаю, автор не писал по этому поводу, режимчик аркада, автомобиль я для обзора выбрал, стартуем, я думаю обкатаем, прокатаем, откроем второй гараж, по крайней мере мне это очень хотелось бы, modsfire.com. Начинайте загружать игровые файлы сегодня, копируйте свои ссылки и вставляйте их на различные сайты, и начинайте зарабатывать уже сейчас, онлайн отчет вашей статистики, вывод средств всеми распространенными способами, или потратите свои баллы в магазине игр на этом же сайте, никаких вирусов и спама, только российские рекламодатели, modsfire.com, ссылочка под видео. Давайте, наверное, знаете, как раз таки займусь этим, единственное, что я могу сразу сказать, вот здесь вот есть неподалеку автомобиль с гаражными частями, в нем нет топлива, но также есть здесь, также неподалеку, где-то здесь, по-моему, крас 375 из топливной цистерны, то есть заправляете гаражную часть, открываете гараж, элементарно второй гараж открывается, вот, наверное, все-таки знаете, что я припек, прибегну к открытию одной из точек разведки, близлежащих, так скажем, да, вот она, самая точка разведки, а я что, пересел, что ли, сорян, значит, прибегаем мы с вами, блин, они все нормально, с рулем, с пучком, вот, значит, прибегнем к открытию точки разведки, Леса здесь, ребят, не густые, местами, да, попадаются, может быть, где-то какие-то чего-то там, коварные места там, да, ну, в плане густоты леса, но в целом карта проходиться будет, мне кажется, вполне очень даже комфортно На палке забаговался как-то маленько, оттопырило мне машину маленько, но ничего, проехали Вот, можете сами как бы судить, что леса не густые, можно проехать карту вдоль и поперек, вот, не знаю, как оно будет выглядеть в том плане, что, например, проезжать эту карту Там, с шаландами, фигандами и все в этом духе, да, но в целом перевозя, там, к примеру, 4 очка погрузки, там, в коротком ростушке, да, вот, проехать можно будет через лес абсолютно вот таким вот макаром легко и просто Местами встречаются камушки, да, ну, в целом они как бы особо не влияют на прохождение, так скажем Ну, где-то чего-то, может быть, где-то как-то задамажитесь, ну, не проблема Скриншоты я уже, в принципе, сделал, карту я все это уже обкатал Так скажем, расположение всего и вся на этой карте мне уже известно Присутствует, как же так Речка на этой карте, которая достаточно проблематична, возможно, для кого-то покажется проезжабельной Вот, ну, течение там, на самом деле, очень такое, вы знаете ли, коварное Вот, но Вполне проезжабельно Вот, по крайней мере, вот на этом крае я эту реку, собственно говоря, преодолел Вообще без каких-либо проблем Вот, ну и в воде тут, как бы, тоже особо я не наблюдаю каких-либо Грязевых препятствий, вода и вода, как бы, экструдоса нет То есть грязи нет, проезжается у нас, я на четвертой передаче, ребят, все это дело преодолеваю Значит, точка погрузки, там же у нас точка разведки присутствует Давайте доберемся до того самого места А потом я, наверное, все-таки перекинусь на спаван И там уже тогда Там уже тогда поставлю гаражные части Поеду съездить и открою второй гараж Можно, можно, еще раз повторюсь, можно открыть этот второй гараж Другими способами, так скажем, по авторской задумке Вот, ну, как по мне, лично Сделать это на автомобиле со спавла Так, здесь вот лес достаточно такой густой По-моему, его можно будет объехать с правой стороны Даже пятую передачу воткнув, в принципе, никаких проблем Для проезжабельности этого леса я не вижу Редко посаженные деревья Дают нам возможность проехать этот лесной участок с достаточно большой скоростью Просто вот газ в пол Летим, что называется О, по-моему, я проехал, да? Да, проехал, надо будет искать место Где, так скажем, можно будет Скочить, что называется, да? Ну, хотя вот здесь вот дорога Вот здесь вот дорога И по этой дороге наверняка можно прямо В аккурат заехать на лесоповал Что, собственно говоря, мы сейчас с вами и сделаем Стараюсь объезжать Шмазелку вот эту всю Объезжали я ее по обочинкам Присутствуют камушки на обочине Ну, в принципе, тем не менее Едется вполне очень даже все комфортно Так Забурился, да? Не проблема Разбурим сейчас Первая передача Немаксимальный газ Уволяет нам спокойно преодолеть Всю эту чумазость Здесь у нас, ребят, заправочка Вот она, она у нас с правой стороны Здесь Так, здесь у нас также, ребят, огороды Благодаря Игре Модранер Заборы у нас здесь Ломаются Вот, можно вот таким вот Макаром все это дело преодолеть Здесь у нас стоит МАЗ Из обновления Долина МАЗ, кстати, давайте проверим на состояние Раз уж мы В него тут К нему подъехали, да? Полностью отремонтирован Полностью заправлен С бортовой платформы То есть, в принципе, можно смело грузить Его там на три очка И Отправляться, что называется В путь-дорогу Где там эта точка разведки-то, мама родная? Точка разведки Точка разведки Вот она, она Ну, давайте до нее доедем Здесь я еще К-700, кстати, видел К-700 Поможет Для погрузки Если что Поможет в погрузке Вдруг сюда приехали Без крана манипулятора Вон он, этот самый К-700 стоит Безусловно, я сейчас проверю Его состояние Ну, в целом, конечно, да Лесоповал оформлен Очень красиво В аккурат Место сделано Именно для подъезда На К-700 То есть, здесь шаланды Расположиться Будет достаточно проблематично Возможно, но проблематично То есть, проще, конечно Сюда подъезжать На каком-нибудь К-700 сюда заехал Потом таким же макаром Отсюда выехал Вот, присутствует Вот она локация Для погрузки бремя В автоматическом режиме Этого режима аркады Вот, а так вот он К-700 Полностью отремонтирован Полностью заправлен И готов, так скажем К эксплуатации Ну что, давайте, наверное Теперь я прибегну к Уралу 8х8 Прибегну к Уралу 8х8 Поставим мы с вами Полуприцеп С четырьмя очками гаража И отправимся Так скажем В экспедицию Во второй гараж Так Шикардос Так, мне для этого нужно Для этого мне нужно Что мне для этого Так, ну сцепка По-любому пригодится Так, запасочек Тоже можно поставить Контейнер Так, защита на кабине Ну, в принципе, все В таком исполнении Давайте Прокатимся Вот он у нас Второй гараж Попробую проехать Я вот через эту точку разведки А потом уже в гараж Вот, то есть Вот таким По такому ориентиру Мы с вами сейчас Будем выдвигаться Машина едет Достаточно очень Тяжело Но мы все равно Постараемся Достичь Нужного метода Максимально короткие сроки Первая грязь Залетаем в нее Вторая передача Да, туговато идет Очень туговато Прям можно сказать Я не газую нифига Машина еле едет Да, нехило тут намазано От души, что называется Так Проползаем Проползаем Преодолеваем Преодолеваем Вот это проползание Преодолевать Прям можно сказать Совсем очень Совсем уж очень Какое-то прям Туговатое Так Ну полуприцеп Очень тяжелый Ребят Поэтому Собственно говоря Мы так вот и едем Практически Проехали, да? Обалдеть, ребят Контейнер пипец тяжелый Давай, вылазь Нафиг От этого Камень объехать надо Ну грязь здесь нехилая Блин, колеса Вон Тонут Где наш ориентированный? А вон Чуть правее надо будет Да? Понятно Ну здесь я, наверное, не проеду Скорее всего Контейнером А, хотя нет Вот здесь вот есть что-то Просикообразное Сюда давайте повернем налево Опа, воткнулся Ну да В принципе, понятное дело Что я воткнулся Блин, а где же точка разведки? Она, наверное, где-то на холме Хотя не, вряд ли Нет, не на холме Вроде бы я когда карту обкакывал Я не видел никаких точек разведки на холме Все находилось достаточно в таких Каких-то таких, знаете ли В пологих, так скажем, местах Ну давай Застряли Ёкарный бабай Едет, блин, но тяжело Очень тяжело едет Контейнер Прям, блин Мега тяжелый Мега тяжелый Отлично, проехали Ну доехали мы, слава богу, до точки разведки Кстати, я вижу уже гаражные части Вон там авто стоит Урал 432010 С гаражом Но еще раз хотел бы напомнить То, что он Без топлива Топливо приобретается в этом автомобиле Благодаря Уралу 375 Который здесь также стоит, ребят Неподалеку Так, ну почти доехали мы с вами до гаража Осталось здесь буквально чуть-чуть Я думаю Я думаю, мы сейчас с вами туда доедем Правда, перед нами предстает лес Да В лесу будет достаточно все это делать проблематично Ну, что называется, постараюсь Пробираемся, проползаем Здесь просика, наверное, специально вот это сделано Для того, чтобы здесь можно было проехать Я так думаю О-хо-хо, какое здесь коварное место Что-то ёкар не бабай Вот это я заехал Что-то контейнер не завалил Так, ну выбрались на дорогу А эта дорога, скорее всего, нас приведет Уже непосредственно к гаражу А, да, вот он он Хе-хе Фортунатовская Вот Фортилу Так Приехали мы с вами во второй гараж Разгружаемся Гараж доступен Ну, ребят, что я хотел бы сказать Ну, здесь вот еще осталось на карте несколько точек разведки Ну, как несколько Раз, два, три, четыре, пять, по-моему Пять точек разведки Здесь у нас простирается река В принципе, как и на предыдущей карте Только, как вы можете помнить Вот где-то вот в этой области здесь была точка погрузки Теперь на этой стороне, ребят, у нас получаются там Две лесопилки Точка погрузки у нас теперь на этом берегу Добраться до нее не составит абсолютно никакого труда Вся вот эта вот визуальная заболотенность Проезжается очень легко, а также просто При обкатке я в этом неоднократно убедился Потому что пересекал вот эти все водяные препятствия Туда, сюда, тут, тут, тут То есть, раз за три точно я вот здесь вот так вот как-то проехал Вот, ну, в целом, проехал и все очень даже достаточно неплохо Вот, ну ладно, давайте на этом мы с вами закруглимся Огромное спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на мой канал Ставить лайки и вступать в мою группу ВКонтакте Витарган177 Карту ПЭД сможете скачать и увидеть ссылку под видео На сайте Эльст-Эмоции и в моей группе Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok